Добрый день дорогие садоводы канала 2Nature Info! В сегодняшней аудио статье мы рассмотрим какие растения как влияют на интерьер в квартире, а также рассмотрим комнатные растения которые очищают воздух. Поскольку цветы это всегда вишенка на торте домашнего декорирования, добавляя пестрые или наоборот спокойные акценты в интерьере, мы не до конца продумываем как они будут влиять на нас. Комнатные растения очищают воздух, это понятно, к тому же их яркие или спокойные цвета могут стать настоящим открытием для интерьерного украшения и они заслужат хорошую службу лучше чем увлажнители воздуха машинного производства. Комнатные растения очищающие воздух в квартире. Каким зеленым помощником стоит прибегнуть для очищения воздуха в квартире? Многие растения очищающие воздух в квартире перерабатывают углекислый газ на кислород, однако лишь единицы справляются с тяжелыми соединениями или же пылью, дымом и прочими частицами, которые мы постоянно вдыхаем, ухудшая наше здоровье. ТОП 10 Комнатных растений очищающих воздух в квартире Фикус. Фикус и популярные домашние растения. Свою славу они завоевали целиком заслуженно. Большая площадь листа растения позволяет переработать больший объем углекислоты. Мы рекомендуем обратить внимание на фикус Бенджамина. Удобное для выращивания растения и лидер среди цветов, поглощающих пыль и ядовитые частицы в воздухе. Его рекомендуют размещать в офисах и в домах с мебелью и большим количеством предметов из пластика. Тещин язык. Интересное растение тещин язык имеет и свое ботаническое название. Санцеверия. Манящий, необычный внешний вид растения сделает его отличным декоративным элементом. Оно быстро восстанавливается и не требует сложного ухода. Плюс растения в том, что поглощает формальдегиды, о которых и не говорил только ленивый. Еще один плюс содержания в доме тещиного языка в том, что оксиды азота уходят навсегда. Лучше поместить цветок в кухне, спальне или детской. Хлорофитум. Забирает из воздуха хлорофитом окиси углерода и токсичные остатки веществ. И один небольшой цветок может наполнить целую комнату кислородом. В этом ему нет травных. Пеларгония. За милозвучным названием пеларгония или знакомая нам герань, скрывается отличный домашний помощник по борьбе с вирусами, микробами и остатками пыли. Кроме очищения воздуха в квартире, это комнатное растение еще его увлажняет, насыщая полезными эфирными маслами, однако противопоказано аллергикам. Гербера в горшке. Растение, балующее нас своей красотой. Оно очищает воздух от бензола, улучшает сон, насыщает комнату кислородом. Пальма хамедорея. Красивое растение с королевским названием. Удаляет остатки формальдегида из воздуха, тем самым его очищая. Кипарисовик. Небольшое, милое растение, которое очищает воздух в квартире и насыщает его полезными веществами. Забирает пыль и ионы из электроприборов, то есть происходит разрежение воздуха. Находится в комнате с кипарисовиком, это одно удовольствие, так как есть и аромат, и красота, и улучшение воздуха. Лимонное дерево не только прекрасно защитник от микробов, оно еще очищает воздух, успокаивает нервную систему, снимает напряжение и подпитывает свежестью. Бегония комнатная. Лучший очиститель для квартиры. Бегония поглощает пыль, отдавая лишь очищенный кислород в пространство. Для старых домов это отличный помощник по удалению грибков и вредных микробов, а также защита от излучения электроприборов. Алоэ. Универсальное растение для дома. Во-первых, оно очищает воздух, а во-вторых, может пригодиться и во время простуды. Просто будучи в квартире, снимает воспаление, усталость и нормализует работу головного мозга. Это была наша подборка комнатных растений, очищающих воздух в квартире. Пишите о своих, надеемся вам понравилось. Будьте здоровы и счастливы, окружая себя зелеными цветами. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Переходите на сайт, там ежедневно классные подборки актуальных статей.